Радио «Вера» представляет Святой апостол Матфей родился в Вифлееме. С раннего детства он воспитывался при Иерусалимском храме и изучал закон Божий. Когда Матфей услышал проповедь Христа, он уверовал в Него как в Спасителя и стал сопровождать Его в странствиях. Матфей стал одним из семидесяти первых учеников Христа. Позже, после Вознесения, одиннадцать апостолов должны были избрать того, кто займет место отпавшего Иуда Искариота. Жребий пал на Матфея. Он проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудеи. Вместе с апостолами Петром и Андреем обошел многие города Малой Азии. По преданию, Матфей первым побывал в землях Западной Грузии, Македонии. Много раз он подвергался опасностям. Однажды Матфей был схвачен и посажен в темницу. В другой раз враги подсыпали яд в его питье, но чудесным образом апостол оставался жив. Свои дни он закончил в Иудее. Матфей предстал перед Синедрионом, высшим религиозным учреждением и судом Израиля. Апостол Матфей произнес пламенную речь и на примерах из пророчеств доказал, что Христос – истинный Мессия и Спаситель, обещанный Богом Израилю. Ему не поверили и осудили на смерть. Это случилось в 63 году н.э. Мощи Матфея сейчас хранятся в немецком городе Трире, в аббатстве, носящем имя апостола. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя, нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Мы прославляем апостола Матфея и просим его. Моли Бога о нас. 22 августа Церковь прославляет Собор Соловецких Святых. В этот день вспоминаются все подвижники Соловецкого монастыря, оплота духовности на Русском Севере. Это отшельники, подвижники и просветители. В XV веке монахи Савватий, Герман и Зосима положили начало монашеской традиции в этих местах и основали обитель. Своим примером они привлекли многих последователей. На Соловках приняли монашество и духовно возросли многие иерархи Русской Православной Церкви. Жизнь братья не была легкой. В суровых условиях выживать было непросто. Но Соловкам удалось стать образцом хозяйственного освоения Севера. А самое главное, здесь ни на минуту не прекращалась молитва о Руси. Не прерывалась традиция духовного возрастания. Говоря о Соловецких подвижниках, нельзя не вспомнить тех, кто в XX веке оказался на Соловецких островах не по своей воле и принял тут мученическую кончину. Спустя века здесь был создан один из самых страшных лагерей смерти. В день Собора Соловецких святых Церковь призывает и их молитвы вместе с молитвами иноков Великой Русской обители. Мы просим, святые отцы в обители Соловецкой просеявшие, молите Бога о нас. Мученики Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Мария и другие пострадали за почитание святых икон в 730 году. Византийской империей правил в то время император Лев Исавр. Он поддерживал религиозное движение иконоборцев, сторонники которого считали, что иконы ничем не отличаются от идолов. Они уничтожали святые образы, мозаики и росписи храмов. Кроме того, преследовались те, кто создавал иконы, хранил их или по-прежнему чтил и молился перед ними. В изоточении оказался патриарх Герман и другие видные иерархи церкви. Духовенство и верующих сажали в тюрьмы, ссылали и казнили. В Константинополе над так называемыми «медными воротами» еще со времен святого благоверного царя Константина Великого была укреплена чудотворная икона Спасителя, сделанная из меди. Император приказал снять эту икону. Один из солдат приставил лестницу и влез наверх. Но собравшийся народ возмутился и щел это святотатством. Люди бросились к лестнице и оттащили ее от ворот. Император узнал о случившемся и приказал казнить тех, кто сопротивлялся его воле. Некоторых защитников икон найти не удалось. Так, горожанка Мария могла скрыться от преследования. Но она добровольно присоединилась к остальным и приняла мученическую кончину. Через 140 лет их прославили в лике святых. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Вспоминая мучеников Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Марию и других мучеников и исповедников, пострадавших от преследований, церковь просит их. Молите Бога о нас. Преподобная мученица Маргарита в миру Мария Гунаронова родилась в 1865 году в Киеве в греческой семье. В 1917 году монахиня Маргарита стала настоятельницей Мензелинского пророка-илиинского женского монастыря в Уфимской губернии. Мензелинский монастырь был одной из крупнейших женских обителей епархии. Во время Гражданской войны эта территория несколько раз переходила от красных к белым. Как рассказывали потом монахини, игумения Маргарита в какой-то момент решила уйти с белыми. Она уже была на пристани, но тут ей явился святитель Николай. Он произнес «Зачем ты бежишь от своего венца?» Игумения поняла, что речь идет о мученическом венце и вернулась в монастырь. В ночь на 21 августа большевики ворвались в Мензелинск. В городе начались массовые расстрелы. По одной версии, игумения Маргарита попыталась удержать красноармейцев от осквернения храма. По другой, большевики обнаружили, что монахини монастыря укрыли нескольких раненых белогвардейских офицеров. Игумению Маргариту расстреляли во дворе обители. «Слава тебе, Боже!» – успела сказать монахиня перед смертью. Мученицу похоронили возле алтаря Вознесенского храма, где она была казнена. В 2000 году игумению Маргариту причислили к лику святых. Сохранились воспоминания об игумении Маргарите. Маленькая, тщедушная, почти уже старушка, она горела, как свеча пред Богом. Она родилась точно для того, чтобы согревать других своей любовью. Прославляя преподобному ученицу Маргариту, мы просим, моли Бога о нас.